Доброе утро! Доброе утро! В текущем году планируется построить 47 станций обезжелезивания воды. Познакомимся со всеми особенностями работы профессионального барабанщика. Британские исследователи провели опрос среди более 3000 работников. Их целью было узнать, какой день недели является самым психологически тяжелым для наибольшего количества людей. Согласно результатам, несмотря на общественное мнение, что самый трудный все-таки день это понедельник, ну наиболее стрессовым днем выяснили, что это все же вторник. Ну, дело в том, что понедельник, по заверению респондентов, это самый тяжелый день. Но скорее это только психологически, вот это неприязнь к понедельникам. Ведь на самом деле понедельник, он заряжает, он заряжает на будущий успех. А вот вторник уже немножечко расслабляет. Вроде бы понедельник мы прожили, отработали, все хорошо. Во вторник уже начинаем немного расслабляться. Поэтому на самом деле вторник является самым... Активным, наверное, днем. Ну, таким, да, вот, менее активным днем. Ну и, друзья, что еще у нас из интересной информации? Наверняка самое главное, это знать, что же нас ждет на улице, когда мы выходим из дома. Поэтому прямо сейчас узнаем прогноз от наших синоптиков и посмотрим, что же там такого хорошего. Ну, или, может быть, не очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро еще раз. Весь Брест и, собственно, весь регион наш Брестский, говорим вам это с огромным удовольствием. Понедельник, как уже говорили, достаточно тяжелый для работы день. Но, тем не менее, он тот самый день, когда стоит немножечко зарядиться, активироваться и вперед идти по всей рабочей неделе с высоко поднятой головой. Вот так вот, друзья. Ну, а мы готовы объявить сегодняшнюю тему дня. Как вы провели свой выходной? Как вы провели его с пользой? Может быть, это были какие-то прогулки с вашими прекрасными очаровательными детками? Может быть, вы помогали по хозяйству своим родителям? Может быть, ввиду этой прекрасной солнечной погоды вы ездили всей семьей на шашлыки и уже открыли этот самый сезон? Присылайте нам, пожалуйста, свои фотографии, как активно вы проводили эти выходные солнечные и теплые. А мы будем вас радовать, конечно же, подарками. Ну, а подарок у нас сегодня? Подарок у нас сегодня очень и очень хороший и интересный. Дело в том, что завтра мы уже рассказывали вам, буквально в пятницу рассказывали о том, что состоится вот такой вот замечательный концерт, музыкальный салон номер 46 «Он пел любовь». Вот так вот он будет называться. И у вас есть возможность, это у нас билетик на две персоны, попасть совершенно бесплатно завтра на этот великолепный музыкальный салон. Он будет посвящен великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Вот так вот, 18.30, начало. Поэтому, друзья, присылайте нам свои сообщения, фотографии в Viber на номер 821-5555 и выигрывайте этот приз. Я уверен, что он вас очень даже порадует, тем более в преддверии такого великолепного праздника, как День всех влюбленных. Он уже 14 февраля состоится. Надеюсь, что вы будете поздравлять свою половинку. Ну, а мы будем продолжать. День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Официальная памятная дата в Беларуси, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших свой интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Отмечается он ежегодно 15 февраля, но уже 7 февраля глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич совместно с военным комиссаром города Бреста и Брестского района полковником Валерием Косинюком в торжественной обстановке вручили группе воинов-интернационалистов юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Обращаясь к присутствующим, глава администрации Вячеслав Дашкевич отметил, что афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти народов бывшего союзного государства. Несмотря на ее трагизм, рассуждение о целесообразности ее видения, она останется в истории страны свидетельством ратной доблести наших ребят, символом стойкости и героизма воинов-интернационалистов. В заключении для участников мероприятия силами солистов оркестров Брестской военной комендатуры и Брестской пограничной группы прозвучал небольшой концерт. Ну и не секрет, что в этом году Брест объявлен культурной столицей СНГ. Наш город уже вовсю готовится к знаменательной дате тысячелетия. Готовится, я уверен, мало того, что все предприятия, все организации, то еще и, я уверен, каждый человек, который живет в этом прекрасном городе, конечно же, тоже готовится к этой дате. И уже составлена обширная программа культурных мероприятий. Ну а что именно будет удивлять наш город, узнаем в следующем сюжете. Давайте посмотрим вместе. Решение о присвоении Бресту в 2019 году статуса культурной столицы Содружества независимых государств было принято два года назад на саммите глав СНГ. Времени на подготовку немного, но задачи успешно справились, заверяют в оргкомитете. В плане событий около 40 концертов, выставок и других мероприятий. Большинство из них пройдет впервые и все международного масштаба. Это и конкурс пианистов, и конкурс детского экслибериса, хореографический фестиваль, фестиваль хоров мальчиков. Это очень интересное мероприятие, очень сложное. Международный парад-оркестр, фестиваль дружбы, конкурс скрипачей и многое-многое другое. Среди новинок и танцевальная радуга. Первый международный фестиваль хореографического мастерства. Его организаторы – хореографическая школа имени Вячеслава Погодина. Среди участников – творческие коллективы из России, Прибалтики, Европы и даже из Мексики. Каждый представит танцы своих народов. Планируется, чтобы выступления этих коллективов увидели как можно больше наших людей-брещан. Планируется провести большое дефиле по улице Советской до площади Ленина. Там состоится торжественное открытие фестиваля. Затем пройдет большой концерт с участием всех коллективов в нашем академическом театре, куда можно будет тоже попасть по билетам. Появился в культурной столице и свой символ. Его авторы – два Владимира Гришкут и Любчук. Творческий тандем, говорят дизайнеры, существует давно, а поучаствовать в социальном проекте решили впервые. Здесь, как мы зашифровали в логотипе, то есть это лучше, наверное, Владимир расскажет, но, по крайней мере, это был всеобщий знак, а все-таки содружество, там, где люди держатся за руки, знак того же солнца и сердца, естественно, объединение людей друг к другу. И нельзя было оставить без внимания то, что Брест – это столица культурной СНГ, и, естественно, непосредственно герб Бреста мы поместили внутрь. И огромное спасибо, наверное, городу, что предоставили возможность поучаствовать в этом мероприятии, а именно внести свой вклад. О том, что мы победили, сообщил Владимир, как, собственно, он и являлся инициатором этого конкурса, он предложил поучаствовать, мы долго обсуждали, что мы будем делать, как мы будем делать. В итоге пришли именно к этому варианту, было много других вариантов, которые мы отсеяли на этапе разработки. Этот понравился чем? Именно цветовым решением, потому что он яркий, заметный логотип, то есть яркий цвет – это позитивные, радостные эмоции. Торжества по случаю вступления Бреста в права культурной столицы СНГ пройдут с 4 по 6 апреля. В программе – концерт мастеров искусств государств-участников Содружества, выставки мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства и многое другое. Вот такая вот интересная информация. Я уверен, что многие из вас подчерпали для себя очень много интересного. Ну и, конечно же, к тысячелетию уже практически готовы. Осталось буквально сущие пустяки. Достроить все, что начато, доделать все, что не доделано. Ну и, собственно, надеюсь… С хорошим настроением, с отличным настроением. С отличным настроением, да, это все сделать. Ну а мы продолжаем. Интересная информация еще у нас есть. Ее у нас, на самом деле, очень много. Я уверен, что сегодня вы прям насытитесь ей, и это замечательно. Елена. С 2013 года, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девочек. В науке ООН учредила праздник для того, чтобы поддержать слабый пол в научной сфере и поддержать гендерное равноправие. Основной целью резолюции является достижение качественных изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в научную сферу. И хотя за последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных успехов в данном деле, но женщины и девочки до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере. Так, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18,8 и 2 процента соответственно. В то время как для мужчин эти показатели составляют 37,18 и 6 процентов. В своей резолюции ООН призывает стараться всеми способами обеспечить принципы равноправия и исключить любые проявления дискриминации по половому признаку в области науки. Всячески поощрять и стремиться к приобщению женщин с раннего возраста к научным достижениям и инновационным технологиям, гарантируя им равное с мужчинами право на участие в этой сфере. Друзья, вот такая вот замечательная информация. Я уверен, что девушки порадовались этому. По крайней мере, теперь можно смело идти в науку и все у вас будет замечательно. Вот такая вот интересная дата, знаменательная. Что еще сегодня интересного происходят? Ну, а что покажет календарь сегодня, узнаем. Сегодня 11 февраля. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1809 году Роберт Фуллан построил Клермонт, первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда чудовище Фултона, изрыгающая огонь и дым, двигалось по гудзону против ветра и течения. Изобретатель спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон-1», также известный под названием «Демологас». В 1847-м родился Томас Эдисон, американский изобретатель. К изобретениям Эдисона можно отнести усовершенствованный телефон Белла и лампу накаливания. Заслугами Эдисона также являются изобретение железнодорожного тормоза, аппарат для записи телефонных разговоров, усовершенствованная кинематографическая камера. А еще именно он придумал говорить «Алло!», начиная телефонный разговор. В 1902 году родилась Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Была известна и любима советскими людьми по многим фильмам, таким как «Петербургская ночь», «Веселые ребята», «Цирк» и многим другим. На улице встречные замедляли шаг, мужчины снимали шляпы, когда она шла. А на самых суровых лицах появлялось выражение радушия. Песни, которые пела Орлова, пела вместе с ней без преувеличения вся страна. В 1928-м состязания спортсменов-скелетонистов включены в программу Олимпийских игр. Скелетон – один из самых экстремальных видов зимнего спорта, входящих в состав Олимпийских игр. Он представляет собой спуск с ледяной горы на специальных санях. Спортсмен лежит на животе, головой вперед с вытянутыми вдоль тела руками и управляет движением саней ногами, обутыми в специальные ботинки с шипами. В этот день, в 1929-м году, Ватикан стал суверенным государством. Тянувшийся с 1870-го года конфликт между Ватиканом и итальянским государством был разрешен. Латеранские соглашения, подписанные в этот день, определили права, привилегии и положения в итальянском королевстве католической церкви. Сегодня Ватикан является абсолютной теократической монархией, во главе которой стоит Папа Римский. Ну что же, замечательной музыкой продолжаем наше утро, великолепное настроение. И к тому же, к нам уже присоединился наш первый гость на сегодня с очень интересной темой. Особенно тем, кто живет в регионах, сейчас это будет особенно интересно. Город не панацея. Создание комфортных условий, жизнедеятельности и проживания в сельской местности. Вот такая вот интересная тема. Раскроем ее сегодня вместе с главным архитектором Брестской области, Жарковым Александром Владимировичем. Александр Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Замечательное. Понедельник, все супер. Понедельник и погода такой, легкий дождик, но в принципе не зимняя, поэтому хочется работать. Бодрит. Замечательно, хорошо. Ну вот поговорим вообще в целом о таком интересном проекте. Уже многие успели услышать, и в принципе я думаю, что кто-то даже углубленно интересовался вопросом. Деревня будущего. Что это такое, в каком виде мы в скором времени увидим наши деревни? Ну, начнем с того, что это такое деревня будущего. Определение это современный сельский населенный пункт с комфортом городского проживания. Вроде такое емкое название, что оно в себе несет. Мы хотим сделать сельский населенный пункт таким, чтобы в нем было удобно жить современному человеку. Что такое комфортная среда обитания? Это доступное обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, аптеки, удобное транспортное обслуживание, чтобы можно было из города, скажем так, можно стоять в пробке и ехать из центра в один из микрорайонов минут 15-20, а можно сесть на скоростную электричку и добраться до сельского населенного пункта. Это удобная коммуникация, скоростной интернет, хорошая телефония, все, что востребовано современным человеком. Это та же экология, это та же возможность самореализации, заниматься личным подсобным хозяйством, ремесленничеством. То есть вернуться к тем истокам, от которых мы, городские жители, немножко оторвались. Замечательно. Чем, скажите, пожалуйста, конкретно такого рода деревня будет отличаться от агрогородков? Ну, деревни будущего может быть как и агрогородок, как деревня, как и хутор, как и поселок городского типа. То есть это не классификация по количеству проживающих. Деревня будущего, это может быть чуть выше социальный стандарт, чем был заложен и поддерживается в агрогородках. Так, когда проектировали, планировали агрогородки, это 2005-2010 годы, не было так востребовано та же телефония, не были востребованы те же многие способы коммуникации, транспортная обеспеченность. Какая потребность есть сейчас? Тот же универсальный дизайн, который мы сейчас вводим в городскую среду, тоже должен присутствовать. Что такое универсальный дизайн? Безбарьерная среда. Те же наши пешеходные переходы без препятствий, отсутствие порогов, удобные пандусы, либо входы, организованные фактически с уровня земли, информационное сопровождение, чтобы те же либо инвалиды-колясочники видели, понимали, где они находятся, те же слабовидящие, слабослышащие люди. К физически ослабленным лицам у нас относятся и мамы с детьми, и пожилые люди, то есть все те люди, которые пользуются. Зачастую где-то упускались моменты, где-то просто сейчас повышаются требования к созданию этой среды, и мы именно хотим комплексно подходить к упорядовочению и созданию современных населенных пунктов, удобных для проживания. Какой-то пример вот уже на сегодняшний день, или, возможно, проект реализованный, или пока еще реализовывается? Ну, в качестве пилотного для апробации методики у нас в области выбран в Брестском районе агрогородок Остромечево, там уже ряд преобразований сделано, то есть Брестским районом направлены средства, делаются там текущие ремонты, капитальные ремонты, расширяется инфраструктура. Один из немногих агрогородков, которые в текущем году у нас получат новый генеральный план, уже сейчас на финальную стадию выходит его разработка. В этом году мы начнем проектировать, и надеюсь, что успеем до конца года уже создавать там информацию, инфраструктуру, появится новый большой квартал индивидуальной застройки, более 150 участков, в том числе предполагаем, что туда, возможно, поедут и жители нашего областного города, потому что, в принципе, транспортная доступность Остромечева весьма привлекательна. Ну да. На текущий год мы начнем уже заниматься в Каменецком районе Беловежским, на следующий год у нас в Пинском районе намечен Парахонск. Это то, что касается именно агрогородков, преобразования до статуса деревни будущего. Но вместе с тем мы занимаемся, у нас есть план мероприятий по всем агрогородкам в области, их у нас более 200, по сельским населенным пунктам, то есть, в принципе, ничто не будет забыто, но именно сконцентрируемся мы пока вот на этих пилотных объектах, чтобы посмотреть то хорошее, что удастся сделать, чтобы его можно было потом тиражировать на остальные населенные пункты. Великолепно. То есть, вообще в проектах, так или иначе, все деревни, которые в регионе есть, перевести вот в статус деревни будущего? Можно поднять уровень комфортности до статуса деревни будущего. Великолепно. А кем реализуется этот проект, расскажите? Ну, местные органы власти, райисполкомы, они намечают план мероприятий, что будет выполняться. Опять же, именно когда есть возможность концентрироваться на одном населенном пункте, то есть, все службы, да, и ЖКХ, образование, культура могут свои финансовые ресурсы направить именно на конкретные объекты, для того, чтобы сделать там более лучшие условия проживания. Великолепно. Ну, а еще такая вот, хотелось бы поинтересоваться, как местные жители могут влиять на это, да? Возможно, как-то постараться сделать так, чтобы, ну, не знаю, понятное дело, что всем хочется, чтобы скорее пришли к нам, скорее сделали вот это и оптоволокно. Я знаю, что и если нет канализации, будет и канализация, и водопровод, в том числе и газ, если где-то его нету. Все это вот, в том числе и велодорожки. Конечно, велодвижение мы активно развиваем. Как все-таки местные жители могут повлиять на это? Возможно, как-то, да, ускорить процесс, возможно, самим как-то включиться в это? Глава государства, когда посещал Оршанский район, он высказывался о том, что, в принципе, плохо, когда наши граждане сидят и ждут, что к ним придут и наведут порядок, а самое главное, что его будут поддерживать. Никто не мешает каждому в своем подворье навести порядок, да, убрать мусор, поправить забор, подкрасить фасад, сделать клумбу перед домом, собраться, сделать в своем дворе благоустройство для своих же детей, поставить детскую площадку, песочницу, беседку, лавочку поправить, подкрасить ее, как минимум не мусорить. Это уже будет, если нам удастся немножко поменять мировоззрение наших граждан на то, что не только созидать, но и творить, ну, это будет, наверное, одним из самых лучших достижений, которые мы сможем добиться. Великолепно. То есть, как говорили, да, на Бога надейся, а сам не плашай. Бери все в свои руки и вперед. Ну, не все, понятное дело, но, тем не менее, показать даже личный пример, мне кажется, это всегда очень хорошо. Просто благоустроить хотя бы свою территорию. А если представить, что все прямо благоустроят, тогда, собственно, может и... Красота, как тут вокруг нас. Да, и не надо будет прям таких крупномасштабных проектов делать, потому что смотришь, в деревню заезжаешь, а там уже и заборы все красивые, и дома все ухоженные, и клумбы все, и даже газончики подстрижены. Великолепно. Почему бы и нет? Собственно, что еще остается? Добавить в конце наверняка только удачи, конечно же, жизненных сил вот этих, которые у вас есть, и мы это видим. И это хорошо, что реализуются такие проекты, и надеемся, что в скором времени их станет еще больше. Конечно. Спасибо. Напомним, что сегодня у нас в программе в прямом эфире главный архитектор Брестского облсполкома Жарков Александр Владимирович. Спасибо вам огромное. Ну что ж, друзья, остается только наверняка узнать, что же еще нас ждет на улице, если вдруг кто-то только-только просыпается, только включил телеканал «Беларусь 4 Брест», собирается выходить на улицу, на работу. Обязательно нужно знать, что же нас там ждет за окном. Давайте посмотрим вместе и узнаем прогноз от наших синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Гороскоп советует Овну соблюдать распорядок дня и режим питания. Привыкайте жить по плану, чтобы реализовать все задуманное. В личной сфере Овну следует слушать голос разума, а также не пренебрегать прошлым опытом. Тельца ожидают поездки, которые никак не входили в его планы, но отказываться от них нельзя, особенно если они делового характера. А вот волнения по поводу личной жизни не обоснованы. Гороскоп рекомендует близнецам быть бережливее и практичнее, чтобы не нарушить финансовый баланс. Если что-то планировали купить давно, то приобретайте. Раку нужно управлять не только возникающими ситуациями в жизни, но и своим настроением. Не исключены срочные передвижения по городу и области крупной покупки и продажа недвижимости. Гороскоп предсказывает Льву улучшение отношений с человеком, с которым раньше вы не ладили. Отличный день у тех, кто занимается торговлей и бизнесом. Деве не помешает заняться своим здоровьем, решить вопросы быта. Вечер не слишком-то подходит для развлечений, но и скучать в одиночестве не стоит. Гороскоп предсказывает весам незабываемый день, потому что сложится он необычно. Все пойдет не по плану, что и здорово. Уверенность в работе позволит укрепить авторитет в коллективе. Скорпион во всей красе продемонстрирует свой горячий темперамент. И именно он поможет решить все насущные проблемы, а также завоевать симпатию понравившегося человека. Гороскоп обещает Стрельцу встречу с человеком, который на много лет станет его покровителем и почитателем таланта. Судьба щедрак вам, будьте и вы ей благодарны. Все ситуации, которые возникнут, окажутся на руку Козерогу. Наконец-то вы сможете спокойно и безнажимно воздействовать на свое мировоззрение, а также поделиться богатым опытом с другими людьми. Гороскоп не советует водолею зависеть от мнения окружающих, даже если оно непоколебимое. Пусть начальство аргументирует свои претензии и критику, тогда еще можно с чем-то согласиться. Рыбы не просто угодят, а сами устроят переворот на работе. Многие коллеги вас поддержат, а вот кто-то отвернется навсегда. Обстановка в семье далеко не радужная, поэтому старайтесь держать эмоции под контролем. Доброе утро, Брестская область. Город Брест. Просто просыпайся. Доброе утро, Брест. Доброе утро всем. Вставайте сразу, не валяйтесь и не переводите будильник по пять раз. Желаю всем доброго утра, хорошего настроения. Доброго утра! Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы напоминаем, что ждем от вас сообщений, ждем от вас фотографий на наш Viber 821 5555. Ну а тема нашего дня звучит очень здорово, мне кажется, как вы провели свои выходные. Насколько они были у вас насыщенными, позитивными, продуктивными. Мы ждем ваших сообщений, а вас ждет замечательный подарок. Да, замечательный подарок. Вот этот пригласительный билет на две персоны, на великолепный концерт, музыкальный салон, который состоится уже буквально завтра. Друзья, завтра вечером в 18.30 в филармонии состоится замечательный концерт. Он пел «Любовь». Можно на него попасть, порадовать своих близких, свою любимую вторую половинку и сходить вместе на великолепное мероприятие. Все, что для этого нужно сделать, выслать нам замечательную фотографию. Ну или какой-нибудь красивый текст о том, как вы, интересно, провели выходные. Да и вообще, в целом, такое, знаете, легкое сочинение на тему было бы неплохим. Но мы понимаем, что утро времени не так-то уж и много, писать долгие сообщения уж тем более нет времени, да и желания, я уверен. Поэтому просто высылайте фотографии. Я уверен, что у вас их накопилось огромное количество за эти выходные. Безусловно, я в этом уверена. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного. Это мероприятие задумано скорее как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Всемирный день больного был учрежден 13 мая 92-го года по инициативе ныне покойного папы Иоанна Павла II. А вот правда ли, что все болезни от нервов мы вышли на улицу города и узнали это у наших горожан? Давайте посмотрим вместе. Как вы считаете, все ли болезни у человека от нервов? В законе нервности болезни очень много. Нервы это одна составляющая, также экология, здоровье, внутреннее состояние нервной системы, плюс, конечно, следственность. Здоровье, то, что нам дано с детства, это один из факторов, но в дальнейшем как мы его поддерживаем? Да, конечно, согласен. Почему? Ну, потому что если не нервничаешь, значит, думаешь о чем-то полезном, о чем-то приятном и, соответственно, здоровье свое бережешь. Ну да, согласны. Ну нет, наверное, не все, но 90% я думаю, да. Потому что если человек в каком-то приподнятом настроении, какие-то положительные эмоции, думаю, ему заболеть труднее, да и выздороветь быстрее. Чем больше человек нервничает, так все и накапливается в организме, и, конечно, стресс это не очень полезно. Надо поменьше переживать, расслабляться побольше. Все как-нибудь случится. Нет, не согласна. Почему? Ну, не знаю, есть и болезни от нервов, есть болезни от экологии, вообще от наследственности. Факторов много. Конечно, все от нервов, от того, что переживания, особенно у пожилых людей, обязательно. Да, лично на своем опыте. Скорее всего, да. Нет, я не согласна с этим. Почему? Болезни есть генетических, от экологии зависит также много болезней. Я думаю, есть еще много причин. Бывает, человек сам себя накручивает чем-то, и у него появляются какие-то болезни. То есть нужно относиться проще к каким-то моментам, которые влияют негативно на наш организм. Ну, есть много всяких других факторов, которые на это влияют. Экология, образ жизни, не только нервы. Ну, есть болезни врожденные, приобретенные. Ну, есть очень много зависит от нервов, я согласна, но не все. Вот так вот, друзья, оказывается, не все болезни от нервов. Некоторые болезни есть и просто от того, что мы забываем следить за собой, особенно в зимнее время года. Да, и что там говорить про зимнее? Тут скорее межсезонье вот такая вот самая коварная погода, когда вроде бы тепло, но в то же время... Ты уже переодеваешься во что-то весеннее, да? Да, во что-то весеннее. Вроде солнце светит, уже вроде и настроение весеннее. Да, а вот тут на тебе, и все не так-то просто. Поэтому следите за собой, друзья. Это очень важно. Да, берегите свое здоровье. Сережка, вот хотела у тебя спросить, а правда ли, что два часа игры на барабанах сжигают сотни калорий? Ведь задействованы буквально все конечности. Я просто знаю, что ты профессиональный барабанщик. Ну-ка поделись. Абсолютно верно. Мало того, что задействованы все конечности, еще и огромное количество калорий, естественно, убегает. Вообще обычно за такой вот хороший продуктивный концерт, но опять же, смотря в каком стиле играть. Если ты играешь в оркестре, там как бы не надо многое из себя показывать. Да, здесь главное играть. А вот когда ты играешь какую-нибудь рок-музыку, ну или джаз-музыку, входишь в какой-то кураж, буквально вот за один концерт можно потерять до двух килограммов веса. И это абсолютная правда. Вот столько воды выходит из человека. Казалось бы. Ничего себе. Давайте об этой уникальной профессии посмотрим наш следующий сюжет. Барабан – очень древний музыкальный инструмент. Наши предки использовали дуплистое дерево, чтобы отбивать ритм. И с течением времени для усиления звука изобрели ударную установку, которой виртуозно владеют современные барабанщики. Детство будущего виртуоза Юрия прошло в музыкальной среде, поэтому выбор профессии был очевиден. Родился я в городе Бресте в семье военного музыканта. Детство мое прошло в военном городке, где всегда я был окружен людьми в погонах. Отец меня часто брал на мероприятия с участием военного оркестра. И по этой причине у моих родных и близких не было сомнений, кто же я стану по профессии. Чему я безгранично рад. Окончив музыкальную школу по классу ударных инструментов, Юрий продолжал совершенствовать свое мастерство. И придя на службу в военный оркестр, уже 18 лет предан любимому делу. Игра на малом барабане – это очень ответственно. Когда ты понимаешь, что подразделения идут торжественным маршем под перебой малого барабана, от тебя много зависит. Ты не имеешь права ошибиться, остановиться, что бы там ни было. Я люблю свою профессию, я благодарен музыке, я горд, что я военный музыкант, ибо я являюсь частицей большого коллектива Брестской пограничной группы. А это дорогого стоит. Ударная установка – это сложный музыкальный инструмент. В первое время даже натренированные люди сильно устают. Усидеть несколько часов за барабанами сможет не каждый. Но с другой стороны, два часа игры на барабанах сжигают сотни калорий. Барабаны – это отличный тренажер для мозга и тела. Во время выступлений барабанщик всегда сконцентрирован на музыке. Он глава ритма и темпа, следит за техникой игры. От него во многом зависит успех выступления всей команды. Много что зависит. Конечно, должен быть максимально сконцентрирован, внимателен. Эмоции самые яркие – это аплодисменты. Уникальное звучание барабана заключается в том, чтобы найти свой удар. Бить четко сможет почти каждый. А вот расслабиться и поймать волну – удел настоящего профессионала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы освоить ударную установку, сначала необходимо разобраться с ее устройством, выучить все барабаны в отдельности и их звучание. Ударная установка – это набор отдельных элементов, собранных в единое целое. Малый барабан. Остальные барабаны практически идентичны малому. Томы. Они же альты. Применяются для дополнительных переходов, а также заполнения при игре. Бас-барабан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тарелки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Применяются для акцентирования в игре и для украшения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юрий, что нужно для того, чтобы освоить ударную установку? Правильная постановка рук. Показывайте. Расслабляем руку, кладываем палочку ударом и переворачиваем. Так же. Переворачиваем. Дальше что? Упражнения на малом барабане. Это могут быть одиночные удары, двойки, также треугольки. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем остальные барабаны и от репетиции до репетиции усложняем изучение ударной обстановки. Я думаю, что все получится. Главное – желание и умелые руки. В наше время барабанные ритмы закрепились во всех музыкальных жанрах. Военных барабанщиков можно увидеть во время маршей, церемоний и парадов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Самый большой колокол в Беларуси находится на звоннице Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске. Весит белорусский царь-колокол больше пяти тонн. Его высота и диаметр – два метра, а вес чугунного языка – 180 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый маленький океан на планете – это Северный Ледовитый. Находится в Арктике. Его площадь – 14 миллионов 56 тысяч квадратных километров. Максимальная глубина – больше пяти с половиной километров. Несмотря на экстремальные условия, самый маленький океан на планете – небезжизненный. Здесь обитает более 200 видов планктона, десятки видов рыб и животных. А еще Северный Ледовитый – самый холодный океан на Земле. Средняя температура его воды – от 0 до 6 градусов по Цельсию в зависимости от времени года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый старый футбольный клуб в мире. Это звание принадлежит английскому Шеффилду, который в 2017-м отпраздновал 160-летие. Его основали в 1857 году Натаниэл Кресвик и Уильям Прест на базе Шеффилдского крикетного клуба. Сегодня Шеффилд выступает в первом южном дивизионе Северной премьер-лиги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, возвращаемся в студию прямого эфира «Утреннего эспрессо». Напоминаем вам о том, что у нас активен конкурс по теме дня, который звучит следующим образом, как вы провели выходные. Мы ждем ваших фотографий, ваших сообщений на номер в вайбере 821-55-55. Ну и пока вы пишете нам, собственно, о том, что же происходило у вас на выходных, мы подготовили для вас еще один замечательный розыгрыш. Но об этом чуточку попозже, а сейчас еще немножко полезной и интересной информации. В Японии запрещается употреблять слова «нехороший» и «плохой» по отношению к детям. Например, возле японских школ можно увидеть велосипедные стоянки и две таблички, на которых показано, как хорошие дети ставят велосипеды и как хорошие дети не ставят велосипеды. Вот так вот. Вот так вот красиво, аккуратненько обошли вот эти слова. Да, я не обижаю, очень здорово. Да, это великолепно. Ну вообще, на самом деле, если вот так задаться вопросом, насколько же вопросов задают дети взрослым каждый день? Наверняка сотни, даже там сотни тысячи. Иногда, особенно вот в промежутке в возрасте, да, наверное, от лет шести до... Даже от трех, я бы сказала. От трех до семи. Это просто человек-почемучка, вот ходячая почемучка на самом деле. А вот, собственно, мы и подошли к той самой интересной рубрике, которая называется «Угадайка». Детки задают наводящие вопросы, ну а ваша задача угадать, о чем же идет речь. Ну и тот, кто сделает это раньше всех, на наш номер вайбере 821-5555, получит вот этот замечательный сертификат в арт-клуб «О-облако». Это великолепное место, в которое можно занять своих деток, ну и, конечно же, отдохнуть самому. Итак, друзья, внимание на экран, давайте посмотрим на наших маленьких экспертов. Доброе утро! Ну, как вы катаете, что на этой картинке? Все мыть, он бывает только в магазине. Его моют, а потом едят, если надо. Вкус он кислый. Я люблю его какого угодно, мне слабо. Я его не люблю есть, потому что он горький. А кто его любит? Моя мама его ест. Ну, когда мама это готовит, я его очень люблю. Мама когда-то меня кормила. Ем. Мама же просит, чтобы я ел. Его покупают в магазине и уносят в деревню. Я ездила к дедушке Ване, и там у него огород. Я всегда собираю его с мамой. Его можно вытягивать руками или лопатой. Я буду в следующей весной сама его посажу и буду выращивать. Потому что я раньше, даже мне было его противно брать в руки. А теперь я люблю его сажать. Он нужен, чтобы его есть. Ты его ешь? Да. Нет. Почему? Не люблю. А кто его ест тогда? Золосные. Ну что ж, друзья, вот такие вот интересные вопросы. Горький. Мама любит, я совсем не ем, говорят наши детки. И кислый. Для кого-то он даже кислый. Для кого-то он даже кислый. Вот так вот. У нас целое множество, скажем так, ответов пришло на вот этот замечательный ребус угадайку. Были варианты у нас и огурец, и лимон, и чеснок, да, и лук в том числе. Давайте мы посмотрим все-таки ответ от наших малышей и узнаем уже наверняка, какой же ответ стал правильным. Он бывает, как травка, и бывает, как круглый. Он цвет белого. Еще у него зеленые веточки. Мама сказала, что его он полезен. Я знаю, что он сырой, но очень полезный. Я знаю, что он жареный, но очень вкусный. И немножко полезный. С ним можно есть котлеты, суп, салат и просто. Когда на него смотришь, плачут. От него можно плакать. Ну что, Катарин, это было лук. Вот так вот, друзья, это лук, оказывается, как у нас все это, да, очень интересно. На самом деле, да, некоторые из вопросов наших малышей, точнее, таких вот наводящих разговоров по поводу этого замечательного овоща, были неоднозначны. Потому что кто-то говорил, что он даже кисловат, кто-то говорил, что он островат. В общем-то, все по-разному. Но оказалось, что это лук. И дело в том, что у нас только единственный правильный ответ был, в котором был написан лук, и отправила его нам Ирина с номером, который заканчивается на 4123. Мы поздравляем Ирину. Мы с вами обязательно после эфира свяжемся и передадим этот замечательный сертификат в арт-клуб «Облако». И уверены, что с вашими малышами, возможно, детками, возможно, не детками, возможно, не знаю, может, племянниками или крестниками. Ну, в общем, вам виднее. Сходите в этот замечательный арт-клуб. Здорово проведете время, правда? Да, великолепно, я уверен. Мы вас поздравляем от всей души, Ирина. Ну что, можем продолжать? Можем продолжать, да. Сереж, хотела тебе вот давно задать вопрос. Вот ты музыкант, а как ты относишься вот все-таки вот к опере, к оперному пению? К оперному пению. Ну, вообще, если так уже разбираться в глобальном смысле, да, то, конечно же, отличные есть мастера своего дела, которые, в принципе, в любом стиле могут понравиться профессиональному музыканту, да, в том числе и опера. Опера — это, я считаю, великолепно, замечательно. Но, признаюсь честно, вот так ни разу и в больших театрах не слушал оперу. Мы с тобой обязательно вместе сходим, договорились? Надеемся на это. Отлично. Ну, а вообще, профессия оперных певцов, она очень многогранна и необыкновенна. Талантливые исполнители, такие как Монсеррат Кабалье, Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский, Елена Васильевна Образцова и многие другие, во все времена радуют слушателей своим голосом, силой звука. Ну, а у нас есть сюжет. Сюжет у яркой оперной певицы из столицы нашей страны. Давайте посмотрим его вместе и узнаем, о чем же пойдет речь в нем. В этом году Пинск был удостоен звания культурной столицы Беларуси. И обещанные на церемонии культурные события не заставили себя долго ждать. Спустя считанные дни после передачи звания столицу Полесья, а теперь еще и культурную столицу Беларуси с гастролями посетила солистка Большого театра Беларуси Наталья Акинина. Наталья – лауреат множества международных конкурсов, но главное – она обладательница удивительного голоса. Непревзойденный мастер исполнения романцев. Именно ими и наслаждалась публика во время концерта певицы в Пинске. Русский романс не может не найти дорогу к сердцу слушателя, считает Наталья Акинина. В нем легко найдется созвучность дню современному, ведь любовь, переживания и воспоминания о ней актуальны для нас во все времена. Романс – это не только музыка, романс – это текст, романс – это поэзия. И великие поэты писали стихи, и великие композиторы слагали музыку на эти стихи. И не услышать красоты языка, красоты стиха невозможно. Я всегда, кстати, стараюсь донести именно смысловая вот эта нагрузка романса. Однако даже один и тот же романс невозможно повторить в точности. Поэтому каждое выступление – это новое прочтение уже хорошо известного произведения, его переосмысления. У меня никогда не бывает одинакового. Ничего. Я даже, если я готовлю или что-то еще я делаю, я не по рецепту готовлю. Точно так же у меня нет рецепта ни одного романса, ни одного музыкального произведения, чтобы его четко выполнять и досконально. Потому что это скучно. Пинский концерт был одним из великого множества в карьере Натальи. Вести отчетность и считать их количество певица не любит. Говорит, так теряется свежесть чувств. Ведь каждый концерт по-своему уникален, неповторим и нескушен. Этот положил начало гастрольному туру по Беларуси. А Наталья Акинина обещала еще вернуться к нам к тысячелетию Бреста. Ну что, друзья, мы возвращаемся в студию. Опять у нас такая вот замечательная музычка была. Мы настроились на замечательный лад, на великолепное настроение. Пусть даже и понедельник, но тем не менее, я верю, что все у вас хорошо. Правда ли? Да, мы уже встречаем нашего второго гостя. Оказывается, в Брестской области в текущем году планируется построить 47 станций обезжелезивания. Именно об этом мы сегодня поговорим с начальником отдела водопроводно-канализационного хозяйства областного управления ЖКХ Андреем Александровичем Круглеем. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Ну, самый первый, наверное, самый главный вопрос от дилетанта. Что же такое станция обезжелезивания и для чего они вообще нужны? Расскажите. Станция обезжелезивания? Ну, скажем так, у нас в Брестской области, как, в принципе, и по республике, используется артезианская вода для обеспечения централизованного водоснабжения населения. Одним из нюансов использования этой воды – это повышенное содержание железа. То есть концентрация его очень сильно варьируется в зависимости от района даже. То есть это может быть и 0,4 мг на литр, до 12 даже так. Поэтому в рамках программы, государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» есть программа «Чистая вода», которой одной из задач является обеспечение 100% потребителей качественной питьевой водой. И одним из направлений является строительство станции обезжелезивания. Ну, станция обезжелезивания – это комплекс таких сооружений, которые доочищают воду после артезианских скважин. То есть если мы говорим про Брестскую область, то это обезжелезивание. То есть это один из основных показателей, которые мы доводим до требований СанПИНА. То есть это комплекс установок, фильтров, через которые проходит вода и снижается содержание железа. То есть там есть определенные загрузки в зависимости от качественной исходной воды. И такие вот комплексы мы собираемся строить. То есть есть у нас уже такие наработки по Брестской области. Мы довольно-таки много эксплуатируем сейчас. И в прошлом году строили их тоже. Правда, не в таком количестве, как в этом году планируем, но все же есть такой вопрос. Сколько, расскажите, сколько будет станций и где же они будут находиться? Ну, в этом году мы планируем построить 47 станций обезжелезивания. То есть в основном это будут, конечно, модульные станции. То есть это подразумевает, знаете, как контейнер такое. Внутри будет у него установка, которая будет очищать воду. То есть это фильтры, насосное оборудование, трубопроводы. То есть это вот такая технологическая схема. В каких районах? Ну, мы распланировали в каждом районе по несколько штук, скажем так, чтобы никому не обидно было. Поэтому, ну, населенных пунктов очень много. 47. То есть я так уже сейчас всех их не буду перечитать, чтобы я не занимаюсь. Ну, конечно, их очень много, да. Поэтому, ну, финансирование под эти мероприятия у нас в этом году определено. Это различные источники, в том числе это и областной бюджет, и республиканский бюджет выделяет нам. Это и программа ликвидации последствий после Чернобыльской АЭС. То есть это касается там трех районов. Это Столин, Лунинец, Пинск, да. То есть вот в них мы будем за счет этой программы строить. Ну, планы такие вот у нас есть, да. Ну, во-первых, замечательно и приятно было услышать, если вот, кстати, кто-то из телезрителей не знал, что в нашем городе используется только артезианская вода. Да. Как многие думают, и вот в общении с обывателями иногда проскакивает такая фраза, ну, что же то у нас вот там, вот именно очистные. Вот по поводу этого очень много споров и разговоров было, да, что, мол, такой аромат из-за очистных, и вот эту воду мы пьем. Я говорю, ребят, мы эту воду не пьем. Можно вот как-то немножко развеять вот этот миф, да, что очистные каналы у нас для того, чтобы потом эту воду возвращать обратно в водопровод. Конечно, нет. Вода используется у нас в Брестской области для централизованного водоснабжения, это только артезианская. Поверхностных вод, тем более, которые связаны как-то с очистными сооружениями, это однозначно нет. Это у нас, такой практики нет. У нас используется только артезианская вода, это глубоководная вода, то есть пласты залегают там вплоть до 300 метров. 180-300 метров, то есть никакая, и они защищены, то есть никакие вот эти, если вот сточные воды после очистных сооружений туда не попадают. Великолепно. То есть уже даже исходя из этого, можно сказать, что, суждено, качество жизни у нас достаточно высокое. Ведь многое зависит именно от потребляемой воды. Великолепно. Конечно. Все, я бы сказала, зависит от воды, от хорошей чистой воды. Да, да, да. Вот именно таким образом и хотелось бы еще узнать, скажутся ли на качество воды новые сооружения. Понятно, да, что возможно станет чище вода, возможно как-то улучшится это все, но и не надо забывать о таком факторе, как водопровод. Ведь так? Да, конечно. То есть эти установки, которые мы планируем, да, они, получается, очищают ту воду, которую мы забираем с водоносного слоя. И, естественно, что потом вода, она распределяется по сетям. Ну, все эти, когда были проложены, то есть какой-то период прошел, у них есть свой срок эксплуатации, который, в принципе, если говорить так вот тоже о городе Бресте и крупных населенных пунктов, он уже довольно-таки высокий. То есть в зависимости от материалов труб варьируется там срок эксплуатации там, ну, 25-30 лет, а так в среднем, да. То есть уже пришел срок их замены. Поэтому, конечно, что на качество воды очень сказывается состояние труб, по которым она, в принципе, проходит, да. Ну, мы ведем планомерную работу по модернизации, по перекладке сетей этих, конечно, не в таком объеме, как хотелось бы, но она ведется. То есть те нюансы, которые возникают там с качественной питьевой водой, да, где-то там в домах, ну, это мы стараемся перекладывать в систему водоснабжения. Есть мероприятия по промывке сетей, то есть как и наружных сетей, то есть которые по улицам идут и которые в доме, то есть в многоэтажных квартирных домах. То есть тоже проводятся мероприятия по промывке сетей, то есть обязательно, то есть ежегодно вставляются графики, планы и данная работа проводится. То есть, ну, поддерживаем как можем. Ясно. То есть, ну, если вдруг в один прекрасный день мы включили водичку, оттуда бежит ржавая вода, не обязательно думать, что все пропало. Возможно, это просто... Конечно, нюансы бывают. Бывают какие-то аварии, аварийные ситуации, которые тоже сказываются. То есть это может быть, ну, разных причин. То есть они говорят, что у нас вот резко стала вода плохая. Что делать гражданам? Вот они включили, увидели, что делать. Они же сразу паникуют. Они быстрее фотографируют, снимают видео, выкладывают это в сеть. Вот такая вот у нас вода. Ну, вот такая у нас вода. Что делать? Как будет? Ну, на самом деле это неприятно. Ты проснулся и вот так не умыться. Понятно, что не умыться, не постирать. То есть есть такой период. Но если есть возможность, если время, то немного подождать. Может быть, водоснабжение нормализуется. Если же нет, то обращаться. Либо вот есть сейчас службу, создали контакт-центр 115. Пожалуйста, там заявку примут, выйдут специалисты, разберутся, в чем там проблема. То есть, ну, вот одно из решений. Сейчас вот этот вот, как бы наш центр, который был создан, ну, как бы вот эти вот вопросы может как бы решить, помочь, по крайней мере. Что-то, какую-то информацию довести человеку, что может быть какая-то аварийная ситуация на сетях, там устраняют неполадки. Или принять заявку, и мастер выйдет, где-то там какие-то... Произведет ремонтные работы. Произведет либо ремонт, ну, или... Обследует сначала, а потом уже какие-то причины будут устранять. Ну, знаем, что контакт-центр, как только он заработал, да, он прям-таки пользуется огромной популярностью. Именно вот 115 и... Да. Огромная заявка. Звони звонки. Не знают, куда звонить сейчас просто. Уже централизовано. Потому что, ну... Стало все? Да, звонков много, насколько я знаю. Стало все гораздо проще. Раньше нужно было звонить куда-то, вот, помню, еще такая служба была, 0-9 раньше, да? Да, да, да. В первую очередь туда, искать какой-то телефон. А это обычно рабочие номера. Туда не дозвониться, не позвонить. Все паниковали. Как же так? Что же происходит? Теперь вот стало гораздо проще. 115, все знают номер телефона, можно обращаться. Да. Ну что ж, остается только наверняка пожелать, чтобы этот проект реализовался полностью. Вот, чтобы все наши граждане ни в коем случае не паниковали в случае чего и были на 100% уверены, что наша водопроводная вода самая чистая вода. Мы будем стараться. Замечательно. Благодарим вас. Большое спасибо. Друзья, нам остается напомнить только то, что у нас в гостях сегодня был начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства областного управления ЖКХ Андрей Александрович Круглей. Говорили вот о такой интересной теме. 47 станций обезжелезования построят в текущем году в Брестской области. Ну а мы, друзья, в свою очередь переходим далее по эфиру. Что же нас ждет? Нас ждет та самая погода, о которой мы так часто говорим, и которая наверняка одна из самых важных показателей для всех гаража. Давайте узнаем, что же нас ждет за окошком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в нашу студию прямого эфира «Утреннего эспрессо» с очень интересной информацией. Дело в том, что мы хотим вам рассказать вот о чем. Норико Курияма, вот такое вот интересное имя и фамилия. Это японский ученый, который проанализировал взаимосвязь поведения людей и их характерные черты с их вкусовыми пристрастиями. Так он выявил шесть основных человеческих психотипов, которые различаются по вкусовым предпочтениям. Вот если человек любит овощи, скорее всего, он бодр, энергичен и чистолюбив. Его любовь к знаниям обязательно приводит к явным результатам и успехам в его работе. Все же люди овощного психотипа довольно часто испытывают мигрени и страдают от гастрита. Им лучше сократить все-таки употребление соли в рационе. Ну так говорят. Вот так вот. Кушайте овощи, но без соли. Ну, не совсем без соли. Чуть-чуть можно, но не перебарщивать с этими делами. Пойдем далее. Люди фруктового психотипа общительны и легки. Обладают внимательностью к окружающим их людям и обычно развиты. Вот так вот, да. Это творческие люди. Им интереснее созидать, а не карабкаться вверх по карьерной лестнице. Такие люди кажутся абсолютно беспечными со стороны, но в отношениях, особенно с противопорожным полом, они крайне сдержаны и стеснительны. Ну, казалось бы. Ну, так вот. Мясоеды, мясоеды. Поговорим немножечко о них. Они импульсивны, непоследовательны, но крайне успешны. Эти люди не терпят критику и благодаря упорству своего характера часто достигают высот в своем деле. Любители мяса часто пребывают в состоянии эмоционального стресса, поэтому рискуют заполучить болезни желудочно-кишечного тракта и сосудов. Так что осторожнее. Но разве можно отказать себе в сочном стейке? Ну, это же нереально. Я не знаю, мне кажется, что вкусовые пристрастия, это, конечно, хорошо, но, тем не менее, так или иначе, нужно кушать все. И овощи, и мясо, и фрукты в том числе. И вот, кстати, есть еще рыбный психотип. Это люди спокойные, надежные. И психика их отличается стабильностью. Ну, конечно, столько употреблять, в том числе и рыбий жир, правда, омега, еще и фосфор. Хотя такие люди обычно скрытны. То есть они стараются не рассказывать всем налево и направо, что я ем только рыбу и прям вот больше ничего. А вот любители жирного кажутся активными и открытыми к общению жизнелюбыми. А поклонникам острой пищи они относятся к авантюристам и обладают недюжинным темпераментом, хотя склонны к эгоизму. Вот так вот. Слушайте, ну, завели вот эту тему, такую вот вкусную. Я уверен, что те, кто нас смотрит прямо сейчас и только проснулся, прямо вот побежит делать завтрак. Но не спешите особо, потому что у нас есть отличный рецепт великолепного сэндвича. Давайте посмотрим его вместе и узнаем, что же приготовил нам повар сегодня. Доброе утро. Сегодня я хотел бы приготовить для вас вкусный и в то же время простой в приготовлении сэндвич с куриным филе и беконом. Чтобы приготовить классический сэндвич с куриным филе и беконом, нам понадобится хлеб для тостов, сыр, желательно твердых сортов, бекон, можно подкопченный, листья салата ромен, филе куриное отварное, свежие помидорчики черри и сливочное масло для поджарки сэндвича. Для начала выкладываем хлеб. Сверху кладем отварную куриную грудку и накрываем все это тонким слайсом сыра твердых сортов. Продолжим. Теперь выкладываем бекон. Ломтики бекона можно по желанию обжаривать, но обязательно без масла. Накрываем оставшимся куском хлеба и слегка прижмем. Можно приступить к обжарке. Так сэндвич получается еще вкуснее. Обжариваем на сливочном масле с обеих сторон по 5-6 минут, пока не образуется поджаристая корочка и сыр не расплавится. Как видите, все просто. Для подачи на стол устилаем листья салата ромен на тарелку. Выложим ломтики помидора черри и разрежем каждый сэндвич по диагонали. Каждую часть закалываем шпажкой. Такие незатейливые сэндвичи вкусные в горячем и в холодном виде. Например, их можно взять с собой в дорогу, на пикник или для перекуса на работу. Вот таким вот прекрасным сэндвичем вы можете порадовать на завтрак себя и своих близких. С вами был су-шеф ресторана «Эрмитаж» Горбунов Алексей. Приятного аппетита! Я уверен, что прямо сейчас все очень взбодрились после того, как посмотрели на рецепт замечательного сэндвича с куриным филе и беконом. Но так или иначе не надо забывать о том, что на завтрак один из самых главных приемов пищи, и нельзя его пропускать. Ни в коем случае. Друзья, мы напоминаем вам о том, что ждем ваши фотографии на номер телефона 821-5555. Это вайбер нашего прямого эфира. Присылайте свои фотографии. Тема дня у нас сегодня просто замечательная. Как провели вы свои выходные? Насколько они были у вас позитивными, продуктивными? Присылайте фото шашлыков, прогулок со своими детками. Может быть, вы помогали своим родным, близким, родителям. Присылайте, мы обязательно вас отблагодарим. И у нас прекрасный сегодня подарок. Это сертификат в студии «Облако», друзья. Вот так вот. И вы знаете, у нас уже есть одна фотография. Давайте посмотрим на нее вместе. Вот такой вот замечательный камин, ножки и песик. Вот так вот. Ну, такое времяпрепровождение на выходных тоже может быть. Почему бы и нет. Друзья, ну, песик-то, кстати, очень-очень отлично пригодился. Прям ножки можно положить тепленько, уютненько и мягенько. Очень удобно, да. Замечательно. Спасибо огромное за такие фотографии. Присылайте нам еще. Мы будем очень рады показать ваши выходные в нашем прямом эфире. Мы готовы двигаться дальше. Да. Поговорим немножечко о красоте, о женской красоте. В косметичке любой представительницы прекрасного пола обязательно найдется одна незатейливая вещичка. Губная помада, либо же блеск для губ. Оказывается, по помаде можно узнать характер ее обладательницы. Характер женщины по форме помады отличается в зависимости от выбранного дизайна, текстуры и даже способу ее нанесения. Но, скажем так, глубоко в этих вопросах мы лично не разбирались, но разбирались в нашем следующем сюжете, в нашей рубрике. Штрих-код она называется. Давайте посмотрим и узнаем вместе, что же такого особенного в губной помаде есть. Блески для губ в тюбиках, баночках, увлажняющие, витаминизированные, придающие объем и делающие губки желанными и соблазнительными. Об этом и не только я расскажу вам сегодня в рубрике «Штрих-код». Блески бывают разного типа. Есть блески, которые конкретно ухаживают за вашими губами. Соответственно, в составе таких блесков акцент производитель делает на содержание натуральных масел. Сейчас есть масла, которые конкретно непосредственно отвечают за увеличение губ. Та же гиалуронка всем известная, да, она притягивает влагу, и губы окажутся пухлее. Ментол тот же добавляется для охлаждающего эффекта. Красный перец чуть-чуть добавляется для того, чтобы усилить прилив крови в губах. За счет этого губы становятся чуть пухлее. Вот тот эффект, когда хочется более объемный губ. Если нам нужно просто подчеркнуть помаду, это может быть обычный прозрачный блеск, который наносится поверх помады, соответственно, усиливается. Вот этот эффект красивый такой получается, как зеркальный. Все девушки знают, что такое понятие «мокрый эффект губ». Блеск для губ – продукт, который содержит блестки или частички, придающие губам сияние. Пользовались им еще дамы и кавалеры при французском дворе. А популярность он приобрел в 1930-х годах, именно тогда, когда начала развиваться киноиндустрия. Блеск для губ выручал актеров, которым необходимо было блистать на сцене. Теперь артистов с полными и ярко выраженными губами запоминали надолго и хотели походить на них. Настоящим хитом продаж блеск для губ стал только в 1970-х годах. В это время многие знаменитости начали использовать не только в кадре блеск для губ, но и вне съемочной площадки. Наиболее популярны блески в тубах, крышкам которых прикреплены аппликаторы. Есть также блески в баночках и тюбиках. Их можно наносить пальцем или специальной кистью и в емкостях с роликовыми аппликаторами. Сегодня даже существует блеск для губ с подсветкой и зеркальцем. Мало ли придется краситься в полной темноте. В принципе, нанесение блеска нет ничего сложного совершенно. То есть, если это ежедневная носка, это обычный ваш любимый блеск, которым вы пользуетесь, он покрывается полностью, наносится на всю форму ваших губ. С учетом с карандашом или без, это уже решать вам. Но если вы собрались на какое-то мероприятие, если вы хотите быть звездой, и если вы не являетесь обладателем пышных губ, то нужно учесть такой маленький нюанс. Наносите свою любимую помаду, соответственно, немножко прорисовав контур. И потом берете блеск, который содержит очень много разных блестящих частиц. И наносите его буквально только в центр губ. Слегка растяну. Соответственно, с помощью такого маленького секретика форма губ приобретает более выраженную пухлость и привлекательность. Не стоит пользоваться блеском в сухую и ветреную погоду. К вашим губам будут липнуть не только волосы, но и мошкара, пылинки и соринки. Не наносите блеск за пределы контура губ, чтобы увеличить губы. Это выглядит смешно и нелепо. Не красьте губы блеском без зеркала. Блеск более жидкий, чем бомада, и вы легко можете нарушить границы губ, даже не заметив этого. Соблюдая эти правила, можете стать настоящей кинодивой. И вот вам вечерний вариант. Ну что, мы готовы продолжать. И у нас третий гость, друзья, присоединился к нам. И это очень интересный, творческий, глубокий человек. И на самом деле нам очень радостно, что таких людей становится все больше и больше. Прямо вот чем больше творческих людей, тем вообще, мне кажется, мир светлее и улыбчивее. Особенно с таким замечательным человеком, как Валерий Зайцев. Это художник-шаржист. Вот, кстати говоря, огромное количество улыбок вызывает он. Я сам достаточно часто являюсь свидетелем этого. И уверен, что сегодня мы тоже успеем улыбнуться. Доброе утро. Доброе утро, Валерий. Как настроение? Рассказывайте, рассказывайте. Понедельник у творческого человека. Он обычно начинается с чего? С чего? С кофе. С кофе. Хорошо. Но на понедельник обычно выходной день у творческого человека или не совсем? Нет, не совсем. Приходится работать. Приходится все-таки работать. Хорошо. Но, тем не менее, мы знаем, что шаржист. Вообще, давно ли вы этим занимаетесь? И как пришло понимание, что вот именно шаржи? Я занимаюсь с детства, с раннего мужского детства, первый шарж я нарисовал на свою сестру. Он был очень действенным. То есть она как бы проявила бурные эмоции. И я понял, что это, как бы, такой сильный язык шарж. Ну, так или иначе, рисуя того или иного человека, как-то успеваете еще на ходу перенимать наверняка психотип, да? Потому что одного человека можно нарисовать таким образом, да? Другого изобразить другим. Возможно, как-то приукрасить. Но характер человека, да, поведение его влияет на исходный вариант. Как вы успеваете вот увидеть этого человека? Вы же, насколько известно, не так много времени тратите на то, чтобы нарисовать. Примерно быстрый шарж я делаю 3-4 минуты. Это очень быстро. И за эти минуты я успеваю как бы проникнуться человеком. Сосредоточиться на нем. На его характере. Это очень важно. Кого вы сегодня будете рисовать? Меня или Сережу? Сережу нарисую. Сережу, давайте. Хорошо, замечательно. Да, мы пока что, да, можем продолжать наш разговор по теме. Потихоньку начнем рисовать и продолжать. Да, 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 да. Безусловно. И рисовать. Ну, и с телезрителями уже увидим в конце нашего общения, что же все-таки получается из этого. Творение. Прямо вот на ходу, у всех на глазах это будет происходить. Также сегодня у вас будет великолепная возможность, друзья, выиграть, выиграть один шарж от Валерия Зайцева. Вот, каким образом, немножечко позже он задаст вопрос. И вам на номер вайбере 821-5555 нужно будет выслать правильный ответ. Тот, кто сделает это раньше всех, ну, естественно, правильно ответит на вопрос, будет иметь возможность получить персональный шарж от нашего художника-шаржиста Валерия Зайцева. Валерия, какие вот инструменты вы используете? Уголь, специальный уголь. Да, есть в продаже, да. И ватман. То есть все достаточно просто. Все просто доступно. Все очень просто, да. Уголь, ватман и все. А вот об истории немножечко можете рассказать? Вот в двух словах, откуда появился этот шарж? Значит, шарж появился еще с древних времен. Точно так же, как появились первые портреты. Примерно, ну, может быть, чуть позже появились и шаржи. Вот, поэтому это можно сказать, что даже древнее искусство. Ну, часто они использовались как больше, как карикатуры. Вот, ну, вообще слово карикатура происходит от итальянского языка, а вот шарж, более приятный нашему слуху, французское слово. Ну, люди предпочитают больше слышать слово шарж, чем карикатура. А я вам, знаете, что немножечко подскажу. Он у нас хорошо играет на барабанах, так что можете там ему где-то, чем барабанных подписаться. Ну, не знаю. У меня большое количество талантов, помимо барабанов. Мы можем, может быть, все. Вот, ты, кстати, тоже... Пытаемся разглядеть все его таланты. Вот, но так или иначе, друзья, еще бы хотелось вам напомнить по поводу того, что у нас продолжается наш конкурс в Вайбере 821-55-55. У вас есть возможность выиграть сегодня замечательный поход в филармонию на великолепный концерт, который называется «Музыкальный салон номер 46». Уже 46-й раз он проходит. И в этот раз тема великолепного и великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы вот узнаем о женщинах, которые вдохновляли поэта на все эти произведения, о которых мы знаем. Ну и... Для этого нам что нужно сделать? Присылать фотографии на тему нашего дня. Как провели вы свои выходные? Насколько они были позитивны, продуктивны? Присылайте фото своих детей. Может быть, это прекрасное проведение времени на природе. А может быть, и дома, вот как наша телезрительница присылала, да, если кто-то успел увидеть камин. Камин, собака и ноги. Да, почему нет? Тоже очень хорошо. Ну что ж, друзья, так, я так понимаю, что мы уже где-то близки. Близимся к завершению. Близимся к финалу, да. Но, тем не менее... А может быть, вы чем-то еще, кроме Шаджи, Валера, увлекаетесь? Специализируюсь я вообще на портретах, как бы, портретирование моя, так сказать, сфера. Вот, также люблю заниматься живописью, авангардное вот такого течения. У меня есть много композиций таких авторских. А выставки бывают у вас? Где можно увидеть? Выставки бывают, но редко. Это ваша инициатива, вы так вот хотите, чтобы редко, или так получается, складываются обстоятельства? Я как-то не... Не зацикливаюсь. Не зацикливаюсь, да. Как идет, так идет. Ясненько. Но вот, хотелось бы единственным попросить у вас, если вдруг у вас будет проходить выставка, обязательно сообщите нам. Мы расскажем об этом нашему телезрителю. Договорились. Ну, и заодно сейчас мы посмотрим, да, на то, что получается вот так вот на ходу, буквально за 3-4 минутки у Валерия, и сможем разыграть уже шарж персональный среди наших телезрителей. Поэтому, друзья, пододвигайтесь поближе к экрану. А каким образом еще, Валер, расскажите, вот люди смогут, которые ответят правильно на ваш вопрос, каким образом они смогут... Ну, они напишут мне ВКонтакте, вышлют фотографию свою, и этого достаточно будет. Валерий Зайцев. Да, Валерий Зайцев, да, город Брест. И мы найдемся. Великолепно. Так что, видите, все как очень просто. Хорошо. Но, тем не менее, ответы на вопрос, который задаст Валерий, нужно будет высылать на номер в Вайбере. Вот, не ВКонтакте, имейте в виду, на номер в Вайбере. В Вайбере 821-55-55, имейте в виду. Вот, ну, и мы уже, в принципе, наверняка готовы выслушать вопрос от Валерия. И готовимся принимать ваши сообщения с правильными ответами. Какой же будет вопрос? Значит, а вопрос следующий. Слово «кукрыниксы» — это что? Кукрыниксы. Кукрыниксы. Что за слово «кукрыниксы»? Гугл вам в помощь, кто будет первым. Присылайте, пожалуйста, свои ответы на номер вайбера 821-55-55. Это вопрос, который задал наш сегодняшний гость Валерий Зайцев. Ну, а подарок будет вот такой вот, ну, не этот именно, а конкретно для вас нарисованный шарж. И Валерия Зайцева можно найти ВКонтакте. Сделать очень просто. А у нас уже готов подарок для Сережи. Так, интересненько, какой я там получился. Надеюсь, похож. Итак, друзья. Внимание, вот Сережа. Великолепно, великолепно. Друзья, смотрите, у меня тут есть и микрофончик, и я такой вот тут, знаете ли, большой, серьезный парень. Смотрите. Ну что ж, друзья, оценивайте, оценивайте. Я думаю, что многие из вас сейчас захотели бы получить такой шаржик на себя. Ну и поэтому мы ждем правильных ответов. Итак, у нас уже, кстати, есть несколько правильных ответов. Давайте я пока вот сюда, это произведение искусства, оставлю здесь. Итак, смотрите, у нас есть первый ответ. Российская рок-группа. Есть такая российская рок-группа, да. Но как раз таки, что обозначает это слово, которым они назвали себя. Так, 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 так. Куприн, Крылов, Некрасов, Салтыков, Щедрин. Вот еще есть такой ответ. Не Куприн, а Куприянов. Куприянов. Тут написано Куприн. А зачитываем то, что написано. А к чему это, как вы считаете? Это художники, их шаржисты. Знаменитые шаржисты. Знаменитые шаржисты. У которых я, можно сказать, учусь всю жизнь. То есть они мне очень симпатичны. Вот есть еще. То есть это вот и есть тот самый коллектив советских художников-графистов. Да, да, да. Они и называются Кукрыниксы. Кукрыниксы, да. Их трое было. Великолепно. Значит, можно принимать ответ только не Куприн, а Куприянов, да, Крылов, Некрасов, Салтыков, Щедрин. Получается? Четыре. Простите, трое их было. Вот у нас есть правильный ответ. Девушка просто написала коллектив советских художников-графистов. Да, творческий коллектив Куприянов, Крылов, Соколов. Фамилии не назвала. Соколов, да, Соколов. Соколов, да. Вот, значит, все-таки правильный ответ был у Ольги. Творческий коллектив Куприянов, Крылов и Соколов. Да, точно, абсолютно. Вот, молодец. Вот, великолепно. Мы поздравляем, Ольга, вы молодец. Мы поздравляем Ольгу. Ольга, номер телефона, который заканчивается на 1501. Мы поздравляем, и замечательный шарж вы выигрываете от нашего художника-шаржиста Валерия Зайцева. И у вас будет возможность прислать ему фото в ВКонтакте и получить шарж на свою фотографию. Или, может быть, на фотографию кого-то из ваших друзей. Возможно, на коллективное фото. Правильно? Можно же ведь и так. То есть, ну, если на фотографии присутствуют два человека. Ну, скажем так, семейное фото. Да, семейное. Если там весь ваш коллектив рабочий, состоящий из 25 человек, это, конечно, будет тяжело реализовать в рамках одного шаржа. Поэтому имейте в виду. Ну что ж, так или иначе, мы еще свяжемся с вами, напомним об этом, да, и обязательно сделаем так, чтобы ваш контакт не потерялся. Ну что ж, остается только наверняка пожелать успехов в творчестве. Да, поблагодарить вас за прекрасное утро. Очень надеемся, что мы попадем на выставку ваших картин, портретов в том числе, да. Это было бы очень интересно, мне кажется, тем более вы человек достаточно известный в городе. Вот, я уверен, что всем горожанам было бы интересно это посмотреть. Поэтому... Мы ждем. Будем считать, что вы меня, а задача. Мы ждем. Задачу понял. Ну что ж, друзья, напоминаю вам о том, что сегодня у нас в гостях был очень творческий и интересный человек, личность, которого зовут Валерий Зайцев. Это художник и шаржист. Гороскоп советует Овну соблюдать распорядок дня и режим питания. Привыкайте жить по плану, чтобы реализовать все задуманное. В личной сфере Овну следует слушать голос разума, а также не пренебрегать прошлым опытом. Тельца ожидают поездки, которые никак не входили в его планы. Но отказываться от них нельзя, особенно если они делового характера. А вот волнения по поводу личной жизни не обоснованы. Гороскоп рекомендует близнецам быть бережливее и практичнее, чтобы не нарушить финансовый баланс. Если что-то планировали купить давно, то приобретайте. Раку нужно управлять не только возникающими ситуациями в жизни, но и своим настроением. Не исключены срочные передвижения по городу и области, крупные покупки и продажа недвижимости. Гороскоп предсказывает Льву улучшение отношений с человеком, с которым раньше вы не ладили. Отличный день у тех, кто занимается торговлей и бизнесом. Деве не помешает заняться своим здоровьем, решить вопросы быта. Вечер не слишком-то подходит для развлечений, но и скучать в одиночестве не стоит. Гороскоп предсказывает весам незабываемый день, потому что сложится он необычно. Все пойдет не по плану, что и здорово. Уверенность в работе позволит укрепить авторитет в коллективе. Скорпион во всей красе продемонстрирует свой горячий темперамент. И именно он поможет решить все насущные проблемы, а также завоевать симпатию понравившегося человека. Гороскоп обещает Стрельцу встречу с человеком, который на много лет станет его покровителем и почитателем таланта. Судьба щедрак вам, будьте и вы ей благодарны. Все ситуации, которые возникнут, окажутся на руку Козерогу. Наконец-то вы сможете спокойно и безнажимно воздействовать на свое мировоззрение, а также поделиться богатым опытом с другими людьми. Гороскоп не советует водолею зависеть от мнения окружающих, даже если оно непоколебимое. Пусть начальство аргументирует свои претензии и критику, тогда еще можно с чем-то согласиться. Рыбы не просто угодят, а сами устроят переворот на работе. Многие коллеги вас поддержат, а вот кто-то отвернется навсегда. Обстановка в семье далеко не радужная, поэтому старайтесь держать эмоции под контролем. Доброе утро всем! Привет, страна! Всем доброе утро! Желаю доброго утра всем брещанам и всей стране! Доброе утро всем! Доброе утро! Будьте оптимистами! Вперед! Жизнь – это движение! Доброе утро! Доброе утро, брещане! Доброе утро, город Мест! Всего вам лучшего! Всего вам наилучшего желают наши горожане. Друзья, просыпайтесь вместе с нами. Утреннее эспрессо радует вас каждое утро буднего дня. Ну и не забывайте о том, что мы, конечно же, разыгрываем для вас замечательные призы, подарки и сертификаты. Вот. Сегодня это у нас что? Сегодня начнем с того, что у нас тема дня очень хорошая, я считаю. Как вы провели свои выходные? Насколько они были интересны, продуктивны? Присылайте нам, продолжайте присылать нам свои фотографии. Мы уже благодарим тех, кто присылает фотографии. И прорис у нас очень даже замечательный. Мы разыгрываем поход в филармонию на концерт. Как называется, Сережечка, концерт? Он называется у нас «Музыкальный салон номер 46». Друзья, это такое вот замечательное мероприятие. Это такой, знаете, и концерт, и постановка вместе. Но об этом немножко попозже. А сейчас посмотрим на те фотографии, которые присылают нам наши телезрители. Итак, вот такое вот замечательное фото прислала нам наша телезрительница Наталья. И говорит о том, что вот так провели выходные ребята из клуба «Бусидо». Они провели эти выходные в городе Луцк в Украине. Все ребята с медалями. Ну, а мы из Бреста и всем передают привет. Вот так вот говорят. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем дальше. И у нас еще огромное количество хорошей, интересной, полезной информации. Ну и, помимо всего прочего, поговорим с вами о братьях наших меньших, о четверолапых друзьях, многие из которых пока еще не нашли себе хозяина. Да, мы хотели бы акцентировать внимание на том, что, уважаемые телезрители, те, кто все-таки захочет приобрести, взять себе в ваш дом, в квартиру четвероногого друга, то вам в помощь обязательно придет наш кинолог Виктор Арабейко. Он уверяет вас в том, что к тому моменту, как вы возьмете это прекрасное животное, мы говорим сейчас конкретно о собаке, он обязательно поможет вам и подготовит эту собаку для житья, бытья в вашем доме, то есть какие-то самые определенные навыки собачка уже будет непосредственно иметь. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе друзей, приобретайте абсолютно бесплатно. Вы приезжаете, выбираете понравившегося животного, и он ответит вам, я уверена, благодарностью, любовью, ну и, конечно же, заботой. Давайте посмотрим нашу следующую рубрику «Постоянную ищу хозяина». Возможно, именно сегодня, именно сейчас в вашем доме появится вот такой вот замечательный четвероногий друг. Знакомьтесь, это Полина. Молодая кошечка со спокойным характером ищет свой дом. Она относится к таким питомцам, которые не будут надоедать вам громким мяуканьем или устраивать бега. Полина скромна и слегка пугливо относится к незнакомым людям, поэтому ей нужен понимающий хозяин. Который даст время на адаптацию. Но если Поле доверится, более преданной и любящей кошке вам не найти. Кастрировано лоток и когтеточку знает на отлично. Крис. Отличный парень, пяти месяцев, ищет дом и заботливого хозяина. Малыш является обладателем шикарного мраморного окраса, игривого нрава и доброй души. Очень умный, покладистый, любознательный и ласковый котенок. Готовый любить вас безгранично просто за то, что вы есть. Привит от вирусов и бешенства, приучен к лотку и к когтеточке. Для тех, кто готов взять нового члена семьи, помните, животные в доме – это ответственность. Но за тепло и заботу они отблагодарят вас доверием и принесут много радости. Вот такие вот замечательные животные ждут вас, безусловно, уважаемые друзья. Поэтому, пожалуйста, берите на вооружение и, конечно же, приезжайте и запирайте его к себе домой. Сереж, вот скажи мне, пожалуйста, ты согласен с тем, что женщины очень хорошо стреляют? Ну, глазами, я имею в виду, стреляют, ведь это одно из мощнейших, так называемых, оружий женщины. Ну, возможно, это и так, но есть настоящие профессионалы в стрельбе. И в стрельбе не глазами, заметили, а как раз-таки именно оружием. Вот именно о таком человеке пойдет речь в нашем следующем сюжете. Давайте посмотрим и узнаем, о ком же, собственно, она и пойдет эта самая речь. Оттачивать мастерство, технику выполнения выстрела он готов часами, повторяя изготовку, подбирая нужные настройки организма. Кажется, что спортсмен просто топчется на одном месте, теряя драгоценное время. Но на самом деле все совершенно иначе. Для достижения максимальной цели выстрела в яблочко, золотой медали, триумфа, таланта недостаточно. Здесь нужна работа, методичная, упорная работа над собой. На таланте все-таки далеко не заедешь. Как бы это может быть... Может быть, если удачно попасть именно, то можно на всплеске именно споймать. На талантливом всплеске стать чемпионом чего-либо. Ну, вряд ли олимпийских игр. Европа, мира, возможно. Но, если говорить о олимпийском чемпионе, то, я думаю, тут без труда точно ничего не выгорит. Именно и талант должен быть какой-то где-то, и все-таки труд, без него никуда не деться. Первые страницы своей спортивной биографии Юра Щербатцевич начал писать в родном Пинске. Долго занимался большим теннисом, затем футболом, плаванием. О пулевой стрельбе услышал от дальнего родственника, который работал детским тренером с дюшер номер один. Шли годы. С теннисом как-то не сложилось. К футболу охладел. И Юра решил попробовать себя в пулевой стрельбе. Мальчишеский такой азарт. Хочу взять в руки винтовку, пострелять хочу. Больше ничего. Такого ничего глубокого не было. Так, поиграться. Первый международный турнир в чемпионат Европы 2003 года оказался провальным. Юра отстрелялся плохо. Предпоследнее место. Раздумья и анализ открыли Щербатцевичу главную на тот момент истину. К большим стартам и большим ставкам нужно готовиться морально. Научиться управлять стрельбой, видеть картину в целом, а не беспорядочно палить по мишеням. Первое время очень сильно волновался от этого. Ноги трясутся, руки трясутся, ничего не может себе поделать. Приходилось долго привыкать к этому. Кому-то было дано, что он изначально предрасположен не волноваться и спокойно это все переносить. А мне пришлось это переживать очень. Затем было первое золото на этапе Кубка мира. Олимпийские игры в Афинах, финал Олимпиады в Лондоне. Перед тем важным турниром Юрий уже несколько лет тренировался в Бресте под руководством Андрея Фоминых. Новый тренер, новые методики. На притирку зачастую нужно время, иногда даже годы. Однако тренер и спортсмен быстро нашли взаимопонимание. Я со своей стороны только слежу, насколько хорошо и четко выполняется то, о чем мы договорились. Его задача выполнять это. Ну, по окончанию какого-то промежутка времени и объема работы, обмен мнениями, сверения. Что получилось, что нет. У нас, в общем-то, общий язык достаточно уже давно найден. Выстрелить на все 100 у Юрия Щербацевича получилось на чемпионате Европы 2017 года в Баку, где белорусский стрелок забрал все золото, стал четырехкратным чемпионом. Чистая, красивая победа. Несмотря на сложные условия и обидные поражения на предыдущих стартах, он смог собраться. Начать все сначала и триумфально победить. Юрий и его тренер считают, что победа общая. Результат взаимодействия всех звенев большой команды. Приняли правильное решение, как стрелять на этом ветру. Такое ощущение, что мы приняли это решение правильное. Потому что результаты были гораздо выше ближайших преследователей. И все это оказалось очень легко и просто. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро в пулевой стрельбе произошли сильные изменения. Изменились правила, из программы убрали некоторые якобы устаревшие виды. Теперь в финалах вся борьба начинается с нуля, а перестрелки проходят на выбывание. Соответственно, меняется и тактика самих спортсменов. Пульс борьбы просто зашкаливает. Новый сезон «Брестский стрелок» начал с восстановления после операции. Он только недавно стал тренироваться. Сейчас Юрий восстанавливает форму перед важными лицензионными стартами. Поеду в апреле, в мае на Кубки мира, два Кубка мира должен посетить. Затем Европейские игры, естественно. И чемпионат Европы в сентябре у нас будет. Вот четыре старта основных, где надо взять лицензию. Уже не знаю, как это будет, с медалью или без, но лицензия как минимум должна быть. На всех этих турнирах он будет выступать лишь в одной дисциплине – стрельбе на 50 метров из трех положений. Чемпион Европы, призер чемпионата мира Юрий Щербатцевич продолжает тренироваться. Тренироваться, чтобы победить. Задача – Олимпийские игры. Цель – первое место. Сегодня 11 февраля. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1809 году Роберт Фуллан построил Клермонт – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда чудовище Фултона, изрыгающая огонь и дым, двигалось по гудзону против ветра и течения. Изобретатель спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон-1», также известный под названием «Демологас». В 1847-м родился Томас Эдисон, американский изобретатель. К изобретениям Эдисона можно отнести усовершенствованный телефон Белла и лампу накаливания. Заслугами Эдисона также являются изобретение железнодорожного тормоза, аппарат для записи телефонных разговоров, усовершенствованная кинематографическая камера. А еще именно он придумал говорить «Алло!», начиная телефонный разговор. В 1902 году родилась Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Была известна и любима советскими людьми по многим фильмам, таким как «Петербургская ночь», «Веселые ребята», «Цирк» и многим другим. На улице встречные замедляли шаг, мужчины снимали шляпы, когда она шла. А на самых суровых лицах появлялось выражение радушия. Песни, которые пела Орлова, пела вместе с ней без преувеличения вся страна. В 1928-м состязания спортсменов-скелетонистов включены в программу Олимпийских игр. Скелетон – один из самых экстремальных видов зимнего спорта, входящих в состав Олимпийских игр. Он представляет собой спуск с ледяной горы на специальных санях. Спортсмен лежит на животе, головой вперед, с вытянутыми вдоль тела руками и управляет движением саней ногами, обутыми в специальные ботинки с шипами. В этот день, в 1929-м году, Ватикан стал суверенным государством. Тянувшийся с 1870-го года конфликт между Ватиканом и итальянским государством был разрешен. Латеранские соглашения, подписанные в этот день, определили права, привилегии и положения в Итальянском королевстве католической церкви. Сегодня Ватикан является абсолютной теократической монархией, во главе которой стоит Папа Римский. Возвращаемся к прямому эфиру. Друзья, уже не так много времени остается, но, тем не менее, у вас еще есть возможность выиграть замечательный приз, о котором мы сегодня целое утро, целый день чуть не сказал, целое утро вам рассказываем и просто-таки призываем участвовать в нашем конкурсе, который называется «Тема дня». Тема дня у нас сегодня такая, как вы провели выходные, как они у вас прошли, что было интересного, я уверен, много фотографий у вас осталось, и вот несколько из них к нам доходит, долетает, добегает по номеру в Вайбере 821-5555. Вот такая вот замечательная фотография к нам пришла. Это самокат, он у нас такой, вы знаете, достаточно красочный и интересный, пишет нам наша телезрительница Наталья и говорит о том, что ходили к бабушке в гости на выходных на вареники с картошкой, на обратном пути купили ребенку самокат. Вот, на выходных учили кататься на днем. Ну, собственно, желаем вам успехов в этом нелегком деле, обучения катания на самокате, и, тем не менее, это замечательное происшествие, мне кажется, особенно для ребенка, потому что новый самокат, такой красочный, великолепный. Ну, игрушка, более того, еще и средство передвижения. Да, 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 скоро весна, и непосредственно прямо по улице уже ваш ребенок, я уверена, к этому моменту научится прекрасно ездить, и вы будете его сопровождать уже на улице в теплое время года. Ну, а еще у нас есть одна замечательная фотография, такая красочная, улыбающаяся, но, тем не менее, вот, смотрите. Да, прислала нам ее Светлана, подписала она ее таким образом. Хорошо провести выходные в Варшаве. Варшава еще с елкой, настроение праздника кругом. Это очень здорово, да, еще продолжение нового года. Мы так понимаем, что это фото как раз-таки на выходных и было сделано, но вообще, я вам скажу так, что у нас в Бресте наверняка одно из самых теплых мест, одно из самых теплых мест вообще в Беларуси, понятно, но мне кажется, что и по Европе мы где-то вот так вот, южане, южане называют нас все, и завидуют нам, да, потому что у нас уже тепло, снежка нет, уже практически весенняя погода установилась, вот, но, а в остальных регионах в Беларуси достаточно холодно, и еще до сих пор лежит снег в том числе. Да, да, в том числе и в Минске я была на выходных. Там достаточно много, холодно, я бы сказала, некомфортно, и на самом деле много еще снега. Но вот смотрите, смотрите, какая у нас еще есть фотография. Сейчас я надеюсь получится показать ее. Вам Оксана, наша телезрительница, присылает нам следующее фото. Вот такое вот интересное. «Готовили с детьми космическую пиццу», подписано эти две фотографии. «Космопицца», написано на вот этом великолепном произведении кулинарного искусства. Ну что ж, замечательно вообще, на самом деле, когда детки помогают родителям, ну, не только на кухне, очень часто это получается, и где-то в огороде, возможно, где-то на улице, помогают что-то убирать, или помогают по дому в целом. Это великолепно, но, ну, а уж тем более, тем более, когда они готовят. Это замечательно, мне кажется, что лучше учиться готовить. По крайней мере, это им точно пригодится в жизни, как мальчикам, так и девочкам. Так что, друзья, помогайте своим родителям, мы вас призываем к этому. Да, ну, а мы продолжаем двигаться далее по эфиру, и о самом интересном, необычном мы, как всегда, узнаем из нашей постоянной рубрики «Оцифровка». Давайте узнаем и сегодня, что же там интересного нам покажут. Самый большой колокол в Беларуси находится на звоннице Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске. Весит белорусский царь-колокол больше пяти тонн. Его высота и диаметр два метра, а вес чугунного языка – 180 килограммов. Самый маленький океан на планете – это Северный Ледовитый, находится в Арктике. Его площадь – 14 миллионов 56 тысяч квадратных километров. Максимальная глубина – больше пяти с половиной километров. Несмотря на экстремальные условия, самый маленький океан на планете – небезжизненный. Здесь обитает более двухсот видов планктона, десятки видов рыб и животных. А еще Северный Ледовитый – самый холодный океан на Земле. Средняя температура его воды – от 0 до 6 градусов по Цельсию в зависимости от времени года. Самый старый футбольный клуб в мире. Это звание принадлежит английскому Шеффилду, который в 2017-м отпраздновал 160-летие. Его основали в 1857 году Натаниэл Крэсвик и Уильям Пресс на базе Шеффилдского крикетного клуба. Сегодня Шеффилд выступает в первом южном дивизионе Северной премьер-лиги. Ну что ж, мы возвращаемся в студию прямого эфира, и мы уже готовы объявить победителя. Друзья, победителем у нас становится великолепное фото, которое вот прям запало нам в душу в завершении нашего эфира. Оно сейчас появится на ваших экранах. Это великолепная космопицца. Давайте посмотрим. Да, замечательные фотографии прислала нам Оксана. Оксана, мы вас поздравляем. Вот, кстати, Оксана пишет, что после того, как приготовили пиццу, они пошли в детскую студию «Облако». И это тоже замечательно. Итак, мы вручаем вам вот этот подарочный сертификат на две персоны. И приглашаем вас на концерт «Он пел любовь» – музыкальный салон, который пройдет в филармонии уже завтра в 18.30. Еще раз поздравляем. Ну и, собственно, что нам остается только… Благодарим всех тех, кто принимал участие и присылал нам свои фотографии. Огромное спасибо. Участвуйте. Пожалуйста, присылайте. Будьте с нами каждое утро. Ну, а также хочется сказать спасибо нашим партнерам. Это студия флористики «Жардан», это «Базиони». Спасибо вам большое. И надеемся, что будем продолжать сотрудничать с вами. И это великолепно. Ну что ж, мы готовы двигаться далее. Узнаем еще, что же нас ждет за окошком сегодня погода от наших синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, друзья, вот таким замечательным и интересным, что самое главное, насыщенным и информативным был наш сегодняшний эфир «Утреннего эспрессо». А в студии прямого эфира работали для вас Сергей Ручкин и Елена Надольская. Мы желаем вам доброго утра и хорошего дня. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»